ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курган 87282, собственно говоря, сам номер телефона 40-01-09. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь к нашей беседе. Ну, а я представляю вам нашего очередного гостя. Дамир Дигай, директор Центра имиджевой политики ЖТСУского университета и депутат Маслехата области ЖТСУ. Дамир, здравствуйте. Добрый вечер, Антон. Вот сентябрь ознаменовался у нас не только первый день сентября тем, что дети пошли в школу, начало учебного года, но и ознаменовался важным историческим событием для всей страны в целом, которая определяет, ну, я не побоюсь этого громкого слова, курс нашего государства на ближайшие несколько лет, если не на десятилетие. Президент нашей страны, Касамжимар Кемельевич Стыкаев, обратился с посланием к народу Казахстана, где высказал целых ряд позиций, по которым необходимо сегодня работать. Скажите, как вот вы восприняли послание президента нынешнее? И в целом, зная, что вы работаете с молодежью, как восприняла молодежь это послание? Ну, в первую очередь, действительно, 1 сентября у нас был не только день знаний, да, для всех сотрудников сферы образования, это новый учебный год. И так, в унисон этого получилось, что новое послание главы государства, которое как раз-таки предопределяет новый вектор политики, новое веяние, да, сегодня многие отмечают, эксперты, политологи, да и в принципе в народе, что послание, оно было уникальным, новаторским. В каком плане? То, что действительно это касается каждой сферы жизни, во-первых, да, каждого человека, каждого гражданина. И сегодня Хасан Жамар Кемельевич, наш президент, четко обозначил, что нам предстоит, что мы вообще можем ожидать от всего происходящего, какая у нас будет впереди политика, как мы будем строить совместно новый Казахстан, жена Казахстана, о котором мы сегодня говорим. И сегодня, я думаю, что глава государства ставит в первую очередь, он неоднократно это в своем послании проговаривал, что главная ценность нашего государства, это в первую очередь люди. То есть люди, это общественность, это концепция слышащего государства, это о том, что сегодня уже 30 лет прошло и была определенная история. Дальше уже нет времени останавливаться, нет времени на что-то размениваться, только двигаться вперед, именно расставлять приоритеты, именно прислушиваться к мнению общественности. То есть сегодня неоднократно говорили про те же самые общественные советы, о тех же общественности, когда принимает самое что-нибудь, непосредственно активное участие именно в жизни всего, не только в каких-то социальных сферах, но и самое главное в политике. Поэтому я думаю, что это послание как раз таки адресовано каждому, каждому человеку от малого до великого. Вы знаете, сложилось мнение такое в обществе, что молодежь у нас несколько инертна, все более мы заняты своими какими-то меркантильными делами, нежели глобальными вопросами в масштабе целого государства, целой страны. Вот на сегодняшний день молодежь как-то после послания получила какое-то воодушевление, что-то может быть для себя подчеркнули, тем более много прозвучало достаточно интересных вещей из УЗ президента, которые направлены именно на развитие молодежи, молодежного движения и так далее. Ну сразу как у нас послание было озвучено, официально опубликовано, мы уже провели в пределах нашей Житинской области ряд встреч, как раз таки в первую очередь у меня лично фокус был на молодежь, молодежь, это молодежь из Житинской области, актив, это мы встречались с молодежью с начинающими предпринимателями, встречались с молодежью университетов, колледжев, те, кто проживает в общежитии, с самозанятыми, те, кто ребята как раз таки идут в сфере науки, научно-инновационной деятельности. И у ребят в принципе в целом складывается позитивное мнение, в каком плане? Очень много было расставлено как раз таки направлений в сторону молодого поколения. Что это значит? Сегодня, если мы говорим о том, что ребята, молодое поколение, окончив университет, не все пойдут на госслужбу, правильно же? Не все будут работать в банке, или юристами, или судьями. У нас есть определенная часть процентиля, вот даже мы работаем в университете, по окончанию курса мы следим за статистикой, кто куда, в какое направление выбирает, кто куда трудоустроен. Сегодня в послании главы государства как раз таки было уделено внимание именно кредитам. малопроцентным, то есть по 2,5 процента будут давать начинающим предпринимателям. То есть сегодня, чтобы сделать большой фундамент, заложить экономики, да, страны, и дальше, чтобы он увеличился, глава государства как раз таки уделяет именно малому и среднему бизнесу. То есть туда будет очень много ресурсов выделено, энергии, очень мощной именно поддержкой для молодых. То есть ребята, имея, допустим, окончив университет или даже будучи студентами, у кого есть действительно хорошая бизнес-идея, у кого есть действительно хороший план, что он будет делать в дальнейшем для своего трудоустройства, будут выдаваться такого рода кредиты именно под малый и средний бизнес. 2,5 процента такого у нас, точнее в соседних государствах или в зарубежных, это невидимо. То есть мы знаем, что сегодня в банке процентная ставка идет около 18-20 процентов. То есть 2,5 процента это буквально условная процент, который будет доступен каждому. Кроме того, мы знаем, что сегодня, часто, кстати, студенты и молодежь спрашивают. Вот из нацфонда мы знаем, что от инвест-дохода будет выделено 50 процентов детям, которые по достижении 18-летнего возраста, совершеннолетия, имеют право снять сумму для перспективы. И многие спрашивают, а нам же уже 19 или нам же уже 18? Нам же, говорят, это же нас не коснется, зачем нам это? Но извините, тут же встречный вопрос. Тебе 18, через пару лет, 2-3 года ты уже женишься, у тебя будут дети. И как раз таки с 2024 года это коснется именно твоих детей. То есть мы сегодня не нужно жить сегодняшним днем, надо смотреть на завтра. И как раз таки дети, которые вот с 2024 года, мы знаем, что многие говорили о том, что почему мы не живем как в Арабских Эмиратах, почему вот как раз таки вот здесь мы уже сделали большой сдвиг к тому, что детям из нацфонда, от инвесторов, да, от инвестирования будут как раз таки отчисляться 50 процентов. Где молодой человек, когда достигнет совершеннолетнего, он будет иметь право на получение высшего образования, да, первичного, либо на получение жилья. Это тоже очень хороший старт, очень хороший капитал. Здесь как раз таки многие, опять же, критики начали подсчитывать. Кто-то сказал, почему там, ой, там 2 тысячи долларов, 3 тысячи долларов. Кстати, уникальность в том, что все это будет храниться в валюте с учетом именно обхода инфляции. Это тоже надо учитывать. И многие почитали эксперты, что там всего 2-3 тысячи долларов, но мы как можем знать? Завтра, возможно, инвесторы такие придут, возможно, их больше будет, возможно, их или меньше будет, да, а можно и в три раза больше. То есть здесь нельзя однозначно какую-то сумму определять и называть, сколько накопится до 18 лет, потому что мы не знаем, какие инвесторы к нам зайдут. Но сегодня мы знаем, что Казахстан очень в приоритетной зоне, где как раз таки многим интересно. Главная суть вопроса в том, что деньги будут начисляться. Естественно. А уже какой размер их будет, это, естественно, покажет время. Покажет время и по ходу дела. Поэтому, кроме этого, касательно трудоустройства молодежи, да, сегодня будет выделяться огромное внимание на развитие научно-инновационного потенциала. Президент говорит, что уже наступило время и пора создавать отечественное инновационное производство. Везде наука, бизнес и государство. Это три составляющие, которые идут в унисон. И сегодня, как раз таки, мы знаем, вот буквально вчера наш президент был в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки, где встретился с передовой молодежи, который в сфере IT, в сфере предпринимательства, которые создают именно такие инноваторские вещи. Кого-то мы даже в соцсетях видели, он пригласил Казахстан занять определенные позиции и продвигать IT-сферу, научно-инновационный потенциал у нас в стране. Вот это, я считаю, будущее молодежи. Но, к сожалению, у нас сегодня дефицит молодых, которые идут в науку. Но, я думаю, что в перспективе именно фокус главы государства послания направлен на то, чтобы привлекать максимально больше молодых ребят для развития научно-инновационного потенциала нашей страны. Для того, чтобы мы уже готовы, я думаю, создавать свое отечественное производство, чтобы не быть зависимым, импортозависимым. Тем более, что у нас есть для этого потенциал, есть светлые головы, которые, к сожалению, продолжают уезжать из страны, куда-то за рубеж работать. Ищут более теплые места, где в тех же самых Соединенных Штатах, мы знаем, что много наших сограждан работает, и молодые люди, и достаточно успешно развивают свой бизнес. Понятно, что президент затронул сторону молодежи. Но и была затронута еще одна немаловажная часть. Наверное, та часть, которая тормозит развитие нашей страны. Это такое явление, которое никак не удается победить. По-моему, ни одна страна мира не может похвастать, что полностью коррупцию победили, никаких коррупционеров нет. Что все хорошо, что все деньги, которые государством предназначены, идут именно туда, куда надо. Что все чиновники честные, даже наши соседи Китай, несмотря на то, что там очень жесткие, очень суровые наказания за данные деяния, тем не менее, люди там в руку в карман казны запускают. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Здесь действительно многие отмечают, и в кругу наших знакомых, и в кругу, когда мы проводим встречи, очень многих затронуло людей в послании, что глава государства четко сказал наш президент о том, что те коррупционные нарушители, которые провинились, и у которых будет отобрано определенное имущество, определенная коррупционная составляющая, эти все ресурсы, финансы, точнее, будут идти как раз таким, не просто, как мы раньше говорили, в казну государства, а на сегодняшний день на эти деньги, которые были именно в сфере коррупции, изъяты будут, направлены на строительство образовательных, сельских, и не только сельских, но и городских, на образование и на здравоохранение. То есть мы делаем фокус, то есть то, что было отобрано нечестным путем, это будет пускаться на строительство школ. Я считаю, это прекрасно. Это действительно такая новость, которая забудораживала людей. Все неоднократно отмечали о справедливости, что наконец-то действительно деньги пойдут туда, куда они должны идти, от тех коррупционеров, именно в образовании, здравоохранении. Сегодня президент неоднократно заявлял о том, что именно в сельской местности будут амбулатории, будут больницы, будут максимально привлекать квалифицированных кадров. То есть именно в селах, то есть сельская местность сегодня, там же действительно очень много талантов, как выразить Антон, людей, которые нуждаются тоже в элементарной, я еще раз вам отвечу, это не какие-то ноу-хау-условия, они нуждаются в элементарных условиях. И больницы, которые оснащены всей инфраструктурой, и определенной школы, где как раз таки закладывается фундамент в наше молодое поколение. Поэтому здесь, я думаю, это очень хорошая новость, что у нас будут деньги, которые забрали коррупционеры. Будут забираться у плохих людей, которые их в свое время украли, будут идти туда, куда нужно. Это прекрасно, я считаю. А не в такой объемнейший в доход государству. Конечно. В доход ушло, а куда конкретно не ясно. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкуган 8-7-2-8-2, и собственно говоря, сам номер телефона 40-0-1-0-9. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы, подключайтесь к нашей беседе. Главная новость, пожалуй, в послании, это ожидающиеся выборы главы государства, Мажелиса, Маслихатов, президентский срок. Вот вы сами являетесь депутатом. Вот насколько важное новшество, которое отметил президент страны в своем послании? Ну, наверное, следует полагать, что это логическое было, да, продолжение именно построительства нового Казахстана. Раз мы сегодня говорим об этом, то как раз таки и президент идет на выборы, да, соответственно, в этом году уже осенью это было официально объявлено. И на следующий год у нас будут выборы в Мажелисе, Маслихаты. Сегодня часто, сейчас вот в последнюю неделю обсуждается о том, что 7 лет, да, мы говорим, что президент теперь у нас идет на 1 срок, если раньше это было на 2 срока, да, то сейчас после поправок в Конституцию президент будет избираться на 7 лет 1 раз. Сегодня эксперты, опять же, политологи, и не только отечественные, но и зарубежные отмечают, что в Центральной, вообще, Азии, это ноу-хау, это впервые такое. То есть это путь к той самой демократизации, о которой мы говорим. То есть, если раньше мы видели политику как раз-таки главы государства, например, да, который избирался на 5 лет, то сегодня мы, допустим, за 20 лет у нас будет возможность увидеть президента, трех президентов. Опять же, говорит о том, что президент может сфокусироваться именно уже четко, знать все свои стратегические задачи, цели, которые он наметил на 7 лет. Нет, не будет времени ни расслабиться, не будет времени ни на какие-то, да, отступки и так далее. То есть здесь 7 лет конкретных уже будет народ видеть результат, что было сделано за 7 лет. Поэтому я считаю, что глава государства как раз-таки, что не только на словах, а теперь он на деле доказывает о том, что наша страна идет на пути к демократизации. В Центральной Азии это среди стран. Сейчас многие, я думаю, что по этому же пути, тоже следуя примеру Казахстану, будут со временем идти. Касательно выборов Маслехата и Мажелисы. Мажелис. Сегодня мы знаем, вот я на встречах тоже говорю, Антон, те самые лжепатриотам или критикам, или негативщикам, которые кричат, что у нас все плохо, что у нас мы живем вот не так, а надо было вот так, а почему мы не живем, как в Америке. Во-первых, в Америке 300 лет, да, мы знаем. Нашему Казахстану всего 30 лет. И теперь у нас новые выборы согласно Конституции будут идти пропорциональной системой. То есть в Мажелисе у нас 70 на 30, Маслехат 50 на 50. То есть будут, если раньше крайние выборы, которые проходили, были только от партии, то сегодня создаются, во-первых, упрощена регистрация политических партий, да, то есть желающие, которые будут представлять интересы. И, во-вторых, пропорциональность тема – самовыдвиженцы. Кто такие самовыдвиженцы? Вот как раз таки те, которые лжепатриоты кричат о том, что у нас все плохо. Иди не на словах, иди на выборы. Покажи свою программу развития региона, развития города, развития области и страны в целом. Предложи не на словах, а вот на бумаге распиши. Представь электорату. Если ты учитель, представь свою школу, что ты учитель, пошел от школы и представил вот качество депутата, который ты хочешь поднять свою страну, там, свой регион, о котором ты говоришь, да, и критикуешь. Вот здесь будет у каждого возможность пойти на выборы самовыдвиженцем. То есть да, у нас будет определенная часть процента от партии, которые лидеры партии, которые активисты, которые будут, да. Ну и вторая часть – вот самовыдвиженцы. Я приведу простой пример, что это реально. В нашем университете наш профессор, декан факультета, да, он шел на праймерис, не прошел на выборы, вот крайние выборы. Буквально за год действительно он проделал колоссальную, большую работу, был председателем благотворительного фонда Харкет и как раз-таки своим трудом, упорством, делом, да, построили они очень много, помогли многодетным материалам, людям из социально узбимых слоев, построение жилья, материальной помощи и так далее, да, в качестве волонтера. Пожалуйста, прошел в Сенат парламента, высшая палата, делай только, ты только работай. И вот у тех людей, которые хотят что-то сделать больше, настоящие патриоты, вот пусть пойдут на выборы и действительно докажут на деле, что они хотят сделать. Поэтому со следующего года глава государства объявил, что у нас будут выборы Мажелис и Маслихат. Опять же, для чего раз в Новый Казахстан будет новый состав уже действительно определенных конкретных результатов, где будет фокус направлен только на действия, только на общественность. То есть люди, которые вышли с народа, с общественности, которые заслужили своей определенной деятельностью, каких-то результатов, которые, я думаю, будут голосовать и народ, и будут голосовать члены партии определенные. Дамир, тут невозможно обойти стороной и депутатский корпус области ЖТСУ. На сегодняшний день какие вот в связи, уже я так думаю, что послание уже каждый обдумал, какой план работ наметили наши депутаты по разъяснению послания, может быть, проведению каких-то встреч, и в целом, как встречают наши сограждане послание, насколько они его правильно растолковывают и понимают. Ну, депутатский корпус как раз-таки области ЖТСУ сегодня, каждый нас 19 человек, и у каждого есть закреплен свой регион, у каждого есть свой график, кто выезжает, да, это и организации, это и квази-государственный сектор, это и частные компании, куда выезжают. Буквально на днях мы вот были в Татеке, вчера, например, да, по разъяснению. Да, народ воспринимает позитивно, есть, я не буду лукавить, давайте говорить, что есть и мнение, которым много вопросов, то есть им нужно действительно разъяснять. То есть, например, они понимали, говорят, вот мы получим по достижению 18 лет 50% от инвест-дохода, а зачем нам эти деньги, куда мы их будем тратить? Опять же, не изучив детально послание государства, хорошо, что проводятся такого рода встречи. Мы объясняем, что эти деньги специально будут храниться для того, чтобы в дальнейшем получить, потратить либо на образование, либо на жилье. И сразу, а, вот оно что, то есть, вот такие вопросы есть. Одну часть где-то вычитали в соцсетях, например, вторую часть не дочитали и складывается мнение. И как раз-таки там на встречах, они живые, это не формальные встречи, это не по протоколу, это не по бумажке, Антон, да, это живой разговор с людьми, которым именно разъяснение, обсуждение, как раз оно для того и делается. Что есть ряд вопросов, которые задают, есть ряд ответов, которые требуют именно по разъяснению главы государства. В целом, динамика, которую именно мы видим от организации, от простых граждан, воспринимать позитивно. Почему? Я думаю, что вот как раз-таки референдум, который у нас прошел по Конституции, я думаю, это показал тоже результат, именно процентная явка, именно которую проголосовали за. То есть, в целом, народ сегодня поддерживает, вектор политики нашего президента Хасамжу Маркемельевича, верят во втором, и верят в справедливость. То есть, говорят, да, мы посмотрим, мы надеемся, это я цитирую людей, да, которым мы верим, что динамика будет положительно развиваться. Поэтому здесь очень много ряд вопросов по, как раз-таки, кредиты, на что будут давать, да, для чего они даются, кому они будут даваться, по вот этим вопросам. Конечно, по здравоохранению, образованию. То есть, сегодня мы тоже говорим о том, что будет много создаваться фондов по поддержке талантливых ребят, одаренных людей, человек, который там на премии науки. Людям тоже это интересно, куда будет тратиться, по нацфонду, по недрам, например, да. И очень всех немаловажных факторов, которые позитивно воспринимают люди, это как раз-таки, что теперь тот самый национальный фонд, национальный, он как раз-таки будет распределяться именно для граждан нашей страны. Будет по-настоящему национальный. По-настоящему будет национальный. Это вот, ну, буквально на каждой встрече это отмечают и молодежь, и среднее поколение, и старшее поколение. — Говоря о сфере образования, сегодня на каком уровне находится у нас в целом образовательный уровень нашей молодежи? — Ну, молодежь сегодня очень амбициозная, очень продвинутая. Им они абсолютно не мыслят узко, да, они сразу хотят очень много контента, чтобы было образовательного, да, потому что сегодня поток информации и доступ вообще к информации очень большой. И если раньше мы там знали только вот определенную информацию, да, то сегодня молодежь, она очень многосторонняя, им все важно, им все интересно, а не в политику, почему, потому что сегодня очень много пабликов, которые публикуют и делают вброс, кстати, фейковой информации в том числе. И вот важно молодежь сегодня направлять и фильтровать, чтобы, во-первых, я как юрист просто сам могу сказать, что надо получать информацию не просто вот каких-то левых, как на сленге выражусь, да, пабликов, а именно на тех, которые официальны, где мы имеем право принимать статистику, цитировать или делать репост, да, а выбросить информацию, а потом мнение очень тяжело поменять. Поэтому сегодняшняя молодежь, она как раз-таки очень много нацелена на предпринимательское образование. То есть им интересно, как вести бизнес, как делать определенные крутые проекты, которые завтра принесут прибыль, где они могут сами создавать рабочие имени, места для себя же, для своих единомышленников. Вот здесь-таки, я думаю, что образование, оно стало намного обширнее, чем, например, раньше. Есть, безусловно, пробелы, которые мы должны заглаживать и замазывать, да, и стремиться к развитию, но сегодня у нас для молодежи открыты двери. Если, например, брать элементарно наш, Житусульский университет, да, единственный в области университет, то каждый год, каждый семестр, у каждого, абсолютно у каждого ребенка, студента, есть возможность поехать, обучиться на целый семестр, то есть это, грубо говоря, на полгода или год по академической мобильности в зарубежные топовые страны. Сегодня Министерство образования ставит цель, именно, которые ходят в рейтинг, в лучших рейтинг вузов. Только туда мы имеем право отправлять наших студентов. Это уникальная возможность из глубинки, из периферии поехать обучиться, перенять опыт и применить его именно здесь, в Казахстане. Поэтому сфера очень обширная, и ребята, кто действительно хочет, у кого есть стремление, желание, рвение, у кого есть упорство, они, Антон, прям, знаете, рвут и мечут. И все возможности есть. То есть абсолютно на равных условиях, здоровая конкуренция, и ребята двигаются и работают, и учатся. — То есть можно отметить, что на сегодняшний день образовательный уровень у нас доступен для каждого. — Абсолютно. — И каждый может стать тем, кем он хочет, собственно. — Все зависит, я всегда говорю, от самого человека. Если у тебя есть хочешь, есть у тебя желание, если ты профессионал своего дела, у тебя никогда не будет проблем и с работой, у тебя никогда не будет проблем с трудоустройством, ты будешь всегда востребован. Я могу таких десятки примеров привести, которые ребята без каких-то связей, агашек, потому что, ну, они потому что знают свое дело. Вот именно узкое направление, а не профи. Я своим студентам на лекциях всегда говорю, будь ты стоошник, вот посмотри, возьми любого хорошего стоошника, ты к нему не запишешься за неделю, потому что он про, про профессионал своего дела. Возьми любого парикмахера, ты тоже за неделю не запишешься, за один день там позвонишь, потому что он востребован. Также и в образовании, если ты крутой лектор, если ты действительно востребован, тебя на расхват в любой университет заберут. Но если ты, к сожалению, ничем не выделяешься, если у тебя нет какой-то изюминки и фишки, и ты не работаешь именно по своему направлению, ну, конечно, ты не будешь конкурентоспособен. Поэтому надо учить языки, нужно саморазвиваться, нужно действительно уделять инвестиции, вкладывать именно в образование. Сегодня же среди молодых, мы всегда говорим, сегодня модно не мышцы качать, а мозги качать. Вот это в тренде. Замечательно. Ну, знаете, после такой вот беседы у меня буквально не остается никаких вопросов, кроме как подытожить наш сегодняшний диалог и дать вам буквально пару минут для того, чтобы что-то пожелать телезрителям, как-то подбодрить их на предстоящие важные политические и исторические события, предстоящие выборы. Пожалуйста. Ну, всем нашим жителям области ЖТСУ хотелось бы пожелать, чтобы мы с вами, каждый из нас на местах, вот именно я повторюсь, на местах, каждый делал свое дело максимально хорошо. Мне всегда отец говорит, что нужно делать свое дело хорошо, потому что плохо оно и так получится. Вот если мы с вами каждый будем на своих местах делать свое дело с максимальной отдачей, то именно тогда я считаю, что у нас получится совместно построить новый Казахстан. Я в это сам лично свято верю и только с положительными эмоциями. Поэтому давайте делать общее дело во благо нашей области ЖТСУ, во благо нашей страны, республики Казахстан. Назар Азра, Рахмет. Спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Ну, мне больше нечего добавить, только присоединиться к словам Дамира. Действительно, давайте вместе будем делать общее дело и заниматься тем, чем мы можем и что мы можем делать лучше всего. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин